Они тренируются днями и ночами ради мига славы, чтобы выйти на маты и показать, из чего ты сделан. И самое главное, что ты достоин титула чемпиона России по самбо. В течение трехдневных соревнований по этому виду борьбы в схватках сошлись лучше из лучших. Разница в весовых категориях у спортсменов минимум 40 килограммов, а в возрасте и того больше. Но на матах этих цифр нет. Там они друг для друга просто соперники. Перед каждым боем спортсмены пожимают руки и звучит свисток судьи. Начинается схватка. Спортсмены рассказали, что вне матов они хорошо общаются и делятся советами. А вот на поле начинается другая жизнь. И так на каждом соревновании. Еще нужны любые соревнования. Это столкновение техники, столкновение силы, столкновение умения, столкновение психологии в конце концов. Люди к этому готовятся. Для них это единственный статус в течение года. Это знаковое событие в их жизни. Проверить себя. Это часть жизни, скажем так, не больше и не меньше. Каждая схватка длится 5 минут. Поединок может закончиться и раньше, если один из бойцов проведет болевой прием или сделает чистый бросок. В противном случае победитель определяется по баллам. К середине схватки спортсмены уже измотаны. С них градом льется пот, а былой азарт пропадает. Но, по словам организаторов, в этом и есть суть борьбы. Это не только техника, но и философия. Это вид спорта, который вышел, так сказать, из спецслужб. И сейчас настало время говорить в открытую, что действительно это та дисциплина, это тот вид спорта, который непосредственно нам нужен в нашей стране. Философия нашей страны, это философия самбо, это защитить себя и ближнего, не агрессией, не атакой, а умение скрутить так противника, чтобы рядом прохожим было это незаметно. Спортсмены меняются один за другим. Схватка идет за схваткой. Каждый день заканчивается церемония награждения. Бойцы получают заслуженные медали и дипломы. А потом новый день и новые схватки. Чемпионат России по самбо продлился три дня. И в последний награждали как представителей команд, так и отдельных участников. За лучшую технику, за волю к победе. В руках у бойцов кубки и медали. Вот только на самом деле спортсмены увезут с собой нечто большее, чем это. Валерий Седов, Вячеслав Ролкин. Телекомпания. Город.